Друзья, всем привет! И сегодня я бы хотел рассказать немножко о вот этом коптере, поскольку этот коптер создан... В нем есть разработки некоторых других рам, также несколько наших собственных концептов и так далее. Я очень хотел бы вам сегодня это все показать, потому что на данный момент он практически полностью готов к этому. И действительно, он мне нравится, как он летает, как он выглядит, как он, в общем, получился. И это рама Cosmo. Базируется она, конечно же, на, опять же, на Spinner Production, то есть эти ребята будут для нас пилить эту рамку. Если у вас есть интерес, я оставлю ссылочку в описании. Мы, скорее всего, будем ее продавать дальше, поскольку рама мне очень сильно понравилась. Я вообще делаю ее для себя. Но поскольку она, в принципе, вышла такой, как мне хотелось, и она оправдала мои ожидания, я бы хотел поделиться ее с вами. Рама на 5 дюймов с очень-очень узкими лучами. Вообще, идея была такова. Нужно сделать было максимально легкую рамку в формате автобуса. И, кроме того, она должна быть еще и красивая, обтекаемая. И я еще очень сильно продавливал тему с 20 на 20 электроник. Потому что 20 на 20, на самом деле, нормальный размер под большие моторы. И это уже давно так. Я уже год или полтора назад показывал регуляторы, полетники, все остальное, которые поддерживают большой ток, никаких проблем не испытывают. На 2, 3, 4, 5, 6 S. И летать можно вполне себе нормально. Она сделана в формате автобуса, но сделана ровно столько длинной, чтобы влезали любые аккумуляторы до 1800, скажем. То есть, 1300-1500 вполне себя нормально встает. Если 1800 более квадратный, то тоже, в принципе, встает. И здесь все с этим в порядке. Толщина лучей у нас здесь при этом практически 6, ну, вообще практически 7 мм. То есть, толстенные лучи, как видно, реально очень толстые, не очень широкие. Они имеют практически квадратный профиль на самом деле. А 8,5 мм ширина лучей получается. За счет этого получается площадь у нас равна, ну, скажем, 7 на 8. Это приблизительно 55 квадратных миллиметров. Это то же самое, что если бы взяли луч толщиной 4 мм, но ширина его была бы 1,5 см, то есть в 2 раза шире. Потому что количество карбона здесь, на самом деле, такое же. Но в данном случае он работает не только в одну сторону, как в обычных плоских лучах, а приблизительно во все стороны, поскольку очень близко к квадрату. Фристайл все-таки, как ни крути, с верхним аккумулятором, летится совсем по-другому. В данном случае, когда аккумулятор сверху, он летит и плавнее, и мягче, и подхватывает лучше, и у него развесовка лучше, поскольку ось пропеллеров находится не над всем, и снизу там мешок, получается, к аккумулятору висит, а все находится вот здесь вот, и приблизительно вокруг центра массы. За счет этого коптер, конечно же, немножко по-другому себя ведет, приятнее, мягче летит. Снизу рамка выглядит достаточно узенькая, выглядит вот так вот. Это еще самая первая версия, здесь немножко неправильно сделано, два комплекта отверстий, одни из них будут 30 на 30, которые сейчас они чуть шире поставили, но в любом случае мы их чуть-чуть переместили. Другой комплект отверстий это 20 на 20. Сзади некоторое количество различных отверстий под крепление всего и вся, и я еще придумал вот такую штучку, что сзади у нас будет такая стенка, которая идти будет посередине приблизительно этого всего. К ней вы можете притягивать видеопередатчики, приемники, там, я не знаю, вот конденсатор, как я сделал, кабели, то есть вот сзади у меня с этой стороны Uni5, с этой стороны у меня конденсатор достаточно крупный, на 1000 кабель выведен вверх. Сзади вставляется лолипопка, которая напрямую, естественно, присобачена вот сюда к видеопередатчику. В принципе, все сюда хорошо лезет. Впереди у нас, значит, встает камера, сюда встает, в принципе, как и микрокамера, так и мини-камера. Для микрокамеры, если вот здесь видно, я между стенкой и камерой проложил прокладочки, они сейчас уже идут практически со всеми камерами в комплектик, за счет этого сюда можно поставить и мини-камеру, и вот так вот микро, в данном случае у нас микро-игл. Посередине у меня стоит сзади микрокроссвайр, антенна от него выведена сюда вперед. До этого здесь стоял вот этот вот XM+, и я вам покажу еще, как мы и на нем потеряли связь, потому что странный приемник, усы были расположены вот так вдоль лучей в одну сторону, и вот с этой стороны в другую. При таком расположении потерял связь в 100 метрах отстой. Посередине у меня Ori 32, от него идут регуляторы. Я напоминаю, что лучи всего 8 мм шириной, 8,5, да, и поэтому отдельные регули сюда поставить будет проблематично. Да и смысл, на самом деле, в наше время. В целом регуляторы даже 20 на 20 спокойно тянут такие большие моторы. Возьмите, например, тот же стак Мамбо, вот так вот выглядит, 34 доллара, или там 35 долларов он стоит по распродажам, 40-42 доллара стоит в обычный день. Мотор у меня 2306, это Red Hulk от Brother Hobby на 2400 оборотов на вольт. Хорошие моторчики, немножко медленовато по скорости, потому что я все-таки привык немножко к 2700 оборотов на вольт, но здесь планируется в основном гонять на 5S, поэтому я и взял моторчики чуть-чуть помедленнее. В принципе, внутри больше рассказывать нечего, она просто сделана таким образом, что вы находили достаточно места для всего. Сзади достаточно места для видеопередатчика, в принципе, любого размера Unify не маленький передатчик. Он тонкий, но не маленький. А по большому счету здесь достаточно много места для любого размера видеопередатчиков. Спереди место под приемник и под камеру. Посидение, полетные контроли, регуляторы. Я не знаю, насколько часто у вас горят регули, но у меня в последний раз горели регули, наверное, года два назад, когда я реально очень жестко упал, и пропеллеры вращались прямо в траве. Один из моторов загорелся, ну и вот тогда он и унес с собой регули. В остальном регули 4 в 1 у меня они пока не горели. Вот и, в принципе, и все. Концепторам очень простой. Мы пытались сделать слим-рамку узенькую, тоненькую, симпатичную, такую худенькую рамку, чтобы красиво это все выглядело. Мало того, что она должна литаскать аккумулятор сверху, но она еще должна быть выглядеть круто. Вот так вот выглядит теперь по концовке коптер. К сожалению, ребят, я вот это запрошу прощения за вот эту хреновину оранжевого цвета, но у меня просто других готовых напечатанных не было, а мне завтра надо лететь. Поэтому завтра будем летать вот так, а потом, естественно, поменяю на красные напечатанные, на вот этот вот пластик, который во всех остальных местах есть. Тем не менее, рамка, кстати, достаточно легкая, при том, что она у нас является каким-то мини-таким автобусом. Она весит меньше 100 грамм. Сколько точно, я покажу вот здесь, потому что я забыл взвесить перед тем, как собрать, а сейчас уже разбирать не буду. А весь коптер целиком весит у меня при таком раскладе 334 грамма без писалки. Это очень хороший вес для автобуса. Получается, что я даже вот с этими всеми 3D-печатными фигнями не сильно тяжелым получился коптер. Это хорошо. То есть он будет летать дольше, при этом всем и будет иметь все-таки правильную развесовку. При этом всем, вы просили, я в прошлый раз спрашивал вас на стриме, как лучше сделать полностью защиту, либо стульчик. Вы попросили стульчик, поэтому ставим стульчиком сюда. Кроме того, сюда можно, естественно, поставить любую другую писалку. Также, возможно, если будет очень много просьб, я могу сделать такую же писалку на камеры типа GoPro, то есть семерка, шестерка, пятерка. То есть они будут немножко уже, и угол тоже можно будет немножко по-разному подсделать. Вот так выглядит это все дело. Камера хорошо здесь сидит, камера никуда не улетает, но будьте к тому, что надо обязательно наклеить что-то вперед на камеру, поскольку при удачных столкновениях можно потерять переднее стекло вот на этой камере, то есть его можно лишь легко разбить. Получается у нас вот такая вот приблизительно компоновочка, получается коптер выглядит очень компактным. Аккумулятор, ну давайте начнем вот с этого, это 1500K, которая CNH-L липка, она вот так вставляется, очень хорошо натягивается и прижимает с собой питание. После этого вы вставляете питание вот так, например, все. Ну и, естественно, вот здесь балансир где-нибудь запихиваете, поэтому никаких проблем нет то, что пропы лезут, например, в разъем, то, что разъем болтается. Разъем всегда находится на одном месте, при этом он прижат сзади за вот эту вот антенну, лолипопку. Да, конечно, сигнал видео может быть не самым хорошим, но вы можете вывести антенну по-другому. Это просто сделать для максимального удобства, максимальной компактности, и в таком расположении антенну убить практически никогда, ни при каком раскладе не получится. Вот. А спереди разъем зажимается баткой. При таком раскладе, я повторяюсь, это длинный аккум, это не короткий аккум. Короткий аккум, вот он коротенький. Коротенький аккум вставляется еще легче, это 5S. Он становится либо вот так, либо вот так, вот каким-то образом, и опять же сюда вставляется вот питание, и все. То есть, несмотря на то, что он выглядит пухлым, все сюда спокойно влезло. А 1800-ки, длинные баты, вот такие, это амаковские баты, к сожалению, потертые, но тем не менее, встает точно так же абсолютно в порядке. Как видно, она вот спокойно здесь придавливается, хорошенько ее притягиваем стрэпом, и все, никаких проблем нет. В общем, Коптер сделал под различное оборудование, которое используют именно фристайлы, потому что я хотел бы фристайлить прямо так, как это заведено, красиво, с душой. Ну и самое последнее, что я бы хотел сказать, прежде чем мы перейдем к полетным тестам, это как она на жесткость. Поскольку у него лучи сходятся вот здесь, в одну точку, они не могут относительно себя сильно двигаться, и сами лучи плотные, толстый, хороший карбон, поэтому, если вы попытаетесь ее согнуть, она не гнется вообще ни в какую сторону, то есть она очень жесткая. И с этим связаны, естественно, и летные характеристики. Рама без проблем справляется с легковибрацией на моторах, то есть особо их не чувствует, она их гасит. Соответственно, когда вы летите, вы можете спокойно использовать даже вот такие потертые пробки, как у меня, например. Они не идеально новые, но при этом Коптер ведет себя абсолютно хорошо в воздухе. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok